Человек должен... Мне не нравится, когда я такую дидактическую ноту беру. Он ничего никому не должен, разумеется, но хорошо, когда человек понимает, чего он, собственно, хочет. Потому что понятно, что деньги всем нужны, ну, дураку понятно, они как бы обеспечивают твою жизнь нормальную. Вот. Но какой ценой? То есть, может быть, ты на самом деле хочешь... У тебя нет планов покупать яхты и в кругосветные путешествия отправляться. А у тебя есть план сидеть дома у камина и вязать шарф, да? А вокруг, чтобы ходили собаки и коты. И это и есть счастье. Только ты этого не понял. Да, люди рождаются разными. Они рождаются разного психофизиологического типа. И это генетика. И с этим вы ничего поделать не можете. Это не значит, что генетика — это обязательно судьба, но это крупный игрок. Мы не можем выкидывать эту информацию на сторону, как такую второстепенную. Одни люди — сангвиники, другие люди активные, третьи — депрессанты, что ты им не покажи, они все равно скажут, да, сегодня вкусный обед, а вот завтра еще неизвестно, какой будет, да, сегодня хорошая погода, но она все равно испортится. Они такие рождаются, понимаете? Так что это мы выключить не можем. Один из примеров того, у которого ничего не получается, значит, он не нашел себе дорогу в жизни. Он должен другими вещами заниматься. И, возможно, он будет более счастлив. Может быть, он человек, которому нужно сидеть под зеленой лампой в углу темной комнаты, в которой, да, много книг, и он одного хочет, чтобы его оставили в покое. Он не планирует выходить на сцену ни в каком смысле. Ни в смысле спикера, ни в смысле публичной жизни. Он на самом деле ошибочно решил зарабатывать себе миллионы, потому что это не его территория. Ему ничего не надо. Ему нужно, чтобы у него, я не знаю, какао было утром и кусок сыра. И это его счастье составляет.